Приветствую вас, Дарья. Забыть что-либо невозможно, более того, помнить что-либо очень полезно, по той простой причине, что это помогает удерживать наличие опыта, багаж опыта, помогает хранить и приумножать личностную индивидуальность человека, но именно от боли, которые могут причинять различные воспоминания, помогает проживание, проговаривание этих самых чувств снова и снова, до тех пор пока они не перестанут причинять боль. Делается это вместе с психологом, с одной стороны, и вместе с психологом, но с другой стороны, меняется отношение к тому, что происходило. Не менее важно работать с тем, как именно у нас эти эмоции, эти переживания задевают воспоминания. Потому что бывает так, что какие-то действия людей мы воспринимаем болезненно и связано это в первую очередь с тем, что благодаря такого рода действиям раскрываются наши внутренние конфликты, наши внутренние противоречия. Поэтому с точки зрения психотерапии действовать нужно в этом направлении. С точки зрения коррекции поведения действовать нужно примерно так, хотя необходимо понимать, что это вторичный все момент. Желательно убрать все, что напоминает о человеке, получать как можно больше новых впечатлений и как можно больше уставать. Это поможет вам быстрее, как бы, двигаться вперед. Вот. Ну, только глубинные проблемы это, конечно, не решают. С этим все лучше совместно, да, лучше то и то применять вместе. Вот. Иногда бывает такая история, что забить человека не получается по причине потребностей в чем-либо. И тогда, до тех пор, пока потребность не будет удовлетворена, забить человека не получится. Более того, воспоминания даются вот в данном случае специально для того, чтобы человек что-то сделал для повышения своей удовлетворенности, своей независимости в том числе от других людей. Вот. И таким образом смог бы стать более гармоничным, более свободным в своем поведении и в поведении по отношению к другим. Надеюсь, что мой рейт был полезен. Я желаю вам уже всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация будет разрешена.